Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн, это игра Реуса, и мы продолжаем играть. Это вторая часть 60-минутного периода, как я здесь забыл слово... Ну, эпизода. В общем, ладно, 60 минуты игра. Это вторая часть. Начинаем с 38-й минуты, получается, даже немножко дольше была предыдущая. И, в принципе, сейчас, на данный момент, получается так, что у нас на трёх поселениях всё нормально. Так, единственное, вот здесь, наверное, да, только... Да, вот здесь вот нужно будет доработать, потому что здесь чуть не хватает. Окей, но сначала давайте попытаемся вот с этим поселением что-то сделать, потому что здесь у нас, как видите, 125 нужно, 125 еды, а у меня её 104 всего лишь. Так что давайте-ка двинемся все сюда и заодно посмотрим потом здесь, как у нас здесь обстоят дела. Так, они идут же, идут. Так, не здесь, а вот тут вот, вот. И... и... во-первых, еду нужно увеличить, и... ещё и заодно так, окей. С едой мы... с едой, наверное, здесь разберёмся, да, то есть налог на животных. Животное внутри границ складывается три раза. Любое животное внутри границы, и не будет проблем. Так, давайте посмотрим, что здесь мы можем сделать. Во-первых, как-то, может быть, увеличить... Хм... кстати, вот здесь вот можно... Хм... Так, у нас здесь, нет, если рядом... Если рядом одуванчик или клубника. А это у нас клубника, если рядом одуванчик, клубника даёт больше... Еды... нет, трепет. Да, если рядом черника, даёт больше еды. Значит, здесь мы можем вот так вот клубнику сделать. Нет, вот здесь вот клубнику можем делать, и у нас будет еды ещё больше. Одуванчик или... Так, если рядом яблони, одуванчик или клубника... Так, и сейчас она нам даёт 14. Почему? Курица 4. Бейс 10. А, это участок даёт. Плюс 20 еды. Есть одуванчик, клубника. Так, тогда мы, получается... Ммм... вот так вот делаем. И здесь у нас... И здесь у нас, получается... Геолог завершён. Окей. И здесь, получается, 34, 124. И получается, что немножечко не хватает. Но мы ещё можем сделать... Так, перезаряжается. Так, здесь мы что можем сделать? Мы здесь вот на эту сторону можем передвинуть клубника. Если рядом... Так, отлично. Так, здесь у нас за каждую различную пару этих животных... Бобр, олень, кролик или зубр? Бобр, олень, кролик или зубр? Кстати, здесь можно кролика сделать. За каждую пару этих... Существ. Да, нам сказали. За каждую пару этих существ... Можно бобров сделать. Нет, это богатство. Может быть, кролика и две пары как раз-таки... Ммм... Кролика можно сюда сделать. Кстати, давайте так, наверное, и поступим. Окей. Кролика давайте здесь. Так, и посмотрим, что у нас здесь. У нас с едой проблемы. Давайте идём. И с богатством там. Так, и, кстати, у нас есть новый... 140... 142. Всё, еды вполне хватает. Так, и давайте посмотрим, кто у нас... Ну-ка, где ты у нас? Ох, как далеко-то. И... О, вот может, смотрите, улучшается северное сияние. И муссон, водяной гигант, вызывает... Зарывается в землю и улучшает соседние участки улучшением плодородия. Аспект способности имеет лучший эффект. Ммм... Лучшее плодородие. Это, конечно... Это интересно. Так, но давайте сначала подумаем. Так, здесь у нас улучшается вот это вот. Здесь у нас... Ух, аж три. Давайте каменного, наверное, сюда пошлём. Здесь всего лишь одна, да. Давайте каменного пошлём. Так, и возвращаемся сюда. Здесь с едой всё в порядке. Сюда идём. Так. Ты сюда иди. Так, и здесь, смотрите... Здесь у нас вот это вот. Стоп. Я не туда пришёл. Мне вот сюда вот нужно идти, да. Здесь у нас богатство и... Используется 71 богатство. Так. И еда. 40. Здесь у нас как... Если рядом растение... А у нас есть растение, которое даёт... Кстати, по-моему, нет. Растение, которое даёт богатство, нету, но... Я уверен, если я сейчас здесь это растение посажу, то оно будет давать богатство. Я вот прямо это думаю. Ну, прямо вот уверен в этом. За каждое животное внутри границ как раз-таки мы сможем, наверное, улучшить. И тогда точно будет так, что у нас будет даваться еда. Сейчас посмотрим. Как раз у нас тут рядышком всё. Давай, иди уже. И каменный у нас идёт. Почти дошёл. Да, почти дошёл. Есть. И... Давайте... Срок проведения проекта скоро истечёт. Как это? Ещё время-то сколько? 36 минут, блин. Так, давайте посмотрим. Здесь у нас, смотрите. Соли богатые водные... Создаёт богатые водой пышные заросли при размещении возле других растений. Приносит больше еды. Даёт науку. Если кому... Если люди приходят к нему из-за высокого уровня еды на участке... А, даёт науку. Угу. Здесь слабый фруктовый рост. Да, я, в принципе, могу сделать слабый фруктовый рост. Давайте. Так. Здесь богатство вот сюда вот. Плюс 15 еды, 25. Здесь нужно 40. Здесь проверяем. Если рядом есть другие растения... Нет, не то. Нет, именно то. Если рядом есть другие растения, здесь сейчас богатство. Оп. Втыкаем. Плюс 20, 20. Чик. 122. 100. Всё. И 55 еды, ребят. Шикарно. Всё шикарно. Так, ещё раз проверяем. Здесь как раз-таки вот это вот заканчивается. Здесь чуть-чуть еды осталось разогнать. И всё. В принципе, всё будет в порядке. Ну чё, просто отлично на самом деле. Но здесь слишком уж всё у них хорошо. И они как-то у нас... Слишком алчные. Так, давайте-ка мы, знаете, чё сделаем? Мы вот сюда. Ты и вот сюда. Иди-ка. Мы сейчас уберём немножко еды, потому что он слишком уж алчный, ребят. Ну простите, но... Прям очень сурово. Так. Плюс давайте её сначала украдём и промодернизируем. Так, вот здесь вот каменный у нас гигант может, да? Про землетрясение это, конечно, слишком круто. Так. Блин, даже и не знаю, честно говоря. А, у нас двое только. Вот этот или вот этот вот? Блин. Неудачно на самом деле. Ну, здесь хотя бы два, да? То есть здесь хотя бы два. Ладно, давай вот так вот. Так, ты у нас... Давай-ка... Ну, не знаю. Вот этих, что ли. И здесь потом вот этот вот посадить. Потому что, ну, еду нужно уменьшать. Тем самым мы уменьшим их... Ну, мне так кажется... Ух ты, смотрите, здесь у нас отличный манал. Тем самым мы уменьшим у них количество еды. Ну, и 131. Типа... Типа, по-моему, меньше не стало. А наоборот, стало богатство. И ещё лучше стало, по-моему. Серьёзно? Ай, блин. Так. Северное сияние второй. Кристальный аспект второй. Так, ну, давайте вот здесь вот, допустим, сделаем. Вот. Еда упала. Здесь 171 еды. Ё-оу, ребятки. Жесть, конечно. По-моему, если я не ошибаюсь, можно контролировать, да, хищными зверями, да, но... Ну, это такое. Так, и последний у нас есть. И тут у нас остаётся последний вот этот. Ну, ладно. Мусун открывает... Открывается пустынным послом. Водный гигант зарывается в землю и улучшает соседние участки улучшением плодородия. Ну, ладно, ладно, окей. Так, ну и... Что дальше, да? Что дальше? Здесь нету развития в этом поселении, но, в принципе... Ладно, окей. Типа. Оп, 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 деревушка. Здесь, смотрите, деревушка. Деревушка. Еды. Три сотни. И богатство 60 и науке 60. Еды, ребят, три сотни. Три сотни еды. Три сотни. О, господи. Он ещё так неудачно появился, то есть между участками. Это не очень хорошо, конечно. Так, ну давайте, давайте, давайте. Здесь у меня вот такого как раз-таки нету, да? Эй, ел. С слабым стадным аспектом. Так, ну богатство. Ладно, богатство мы можем улучшить. Здесь, по-моему, есть охотничий аспект у меня. Окей, улучшаем. Так, здесь у нас, смотрим, что. Мощный фруктовый аспект. Груша еды и трепет даёт. Еду и трепет. Фруктовый сад с другими растениями для большого количества еды. Фруктовый сад, да? Давайте вот здесь вот, нет. Ну, окей, окей, давайте попробуем здесь. Для этого нужен мощный фруктовый аспект. Но у меня его нету, но просто... Стоп, 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 стоп. По-моему, вот так вот, если я сделаю, то здесь как раз-таки улучшится. Таможня началась. Слабым аспектом могу. И слабым фруктовым аспектом могу. Здесь ябл не получится. И здесь то же самое. Так, окей. Так, дружок, давай-ка иди-ка сюда. Да, мы здесь попытаемся сейчас... Малого экзотического аспекта. Здесь у нас... Если рядом есть черник. Понимаете, в чём проблема? В том, что мне придётся как-то изгаляться прям. Вообще изгаляться. Блин, вот почему-то не становится, да? То есть... Давайте вот так вот сделаем, что ли. Воу. Что-то они лучше стали, да, как-то? Трепет дают, трепет. Еды. Здесь вот можно, конечно, тоже его сделать. Но сильный фруктовый аспект нужен. Так, давайте подумаем. Здесь у нас можем вот так вот бобры. Три. Всего лишь три. Если рядом богатство, за каждый участок в реале обитание с хотя бы семью очками экологичности даёт плюс одно богатство. Ну, блин, это не круто на самом деле. Так, ты сюда пришёл. Это хорошо, но... Здесь мы хищный аспект можем сделать. Так, стоп. Здесь вот тоже ничего не можем сделать, да? Рыба с кумбрией, если рядом, да? Если рядом с кумбрией, то они как-то улучшаются. Так, окей. Давайте попробуем сюда ещё. Ну, здесь вот сложно будет сделать, конечно, нужные результаты мне. Потому что здесь совершенно очень всё плохо с этим... Во-первых, расположение мне не очень нравится. Блин, я даже немножко в шоке. Типа, как тут поступить-то? Очень сложный момент. Надо подумать, как-как-как. Давайте... Можно, допустим, минералы, но... Если требует один пуст... Если минералы ставить, то у них рядом должны быть минералы, вроде бы, да? То есть только тогда. Допустим, если по поводу еды... Это животное ещё закрыто. Понятно. Если я сделаю кролика, слабый... Кролика я не могу, потому что здесь слабый аспект нужен. Слабый стадный аспект. Давай-ка вот так вот попробуем ещё разочек. Мы сразу делаем его отличной черникой. Не забывайте, что здесь второго, да? Дальше, 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 дальше. Дальше вот так вот. Так, потом... Вот ты иди-ка сюда. А куда он взрывается-то? Вот сюда он взрывается, да? Вот так вот, давай-ка. А, стоп, он расхерачит, что ли, здесь всё? Смотрите, водный гигант создаёт благословенный дождь, который накладывает улучшение плодородия на соседние участки и лечит водного гиганта аспектно-способности. Окей. Здесь смотрим. Яблоня появилась. Вау. Вау. Я не знаю как, но у меня получилось увеличить до того уровня, что здесь какое-то другое растение появляется. Но мощной фруктового аспекта у меня нету, поэтому... Поэтому и ничего не получается. Так, ладно. Посло позвать. Так, стоит, скажи, вот если... Так, я не помню. Так, вот так вот богатство, да? Если... Если рядом есть растение. Если рядом есть растение, давайте попробуем. Допустим, вот сюда. Оп. Посадим. Зверюшек. Они нам будут давать уже растения. И посмотрим. Оп. Кстати, да. Я ещё забыл посмотреть. Специализация. Шериф. Плюс пять трепета. За каждое животное внутри границ. Плюс семьдесят пять еды. Семьдесят пять еды. Так. Эта цивилизация хочет расширить свою деревушку. Площадь её посредственно новой деревушки. Спецификация почему-то не работает. Позволяет поселенцам расти быстрее, не повышая алчность. Симбиозно. А-а-а. Базовое двадцать пять. Мне нужно... Мне, чтобы вот это вот заработало, мне нужно... Мне нужно симбиоза. Точнее, не симбиоза, а вот трепетом. Так. С трепетом тут, конечно, будут проблемы. Давайте подумаем. Подумаем. Трепет. Трепет. Наука. Там не то. Здесь... Вот здесь я могу какой-то, по-моему... Нет. Серьёзно, не кожа... О, боже. Похоже, не получается у меня здесь. Плюс здесь трепет за каждую пару следующих растений. Яблоку, клубнику, грушу. За каждую пару следующих растений. Пару. Вот это очень важный на тот момент. Трепет. Здесь нужно... Ну, где-то двадцать пять. Смотрите, яблони какие-то огромные. То есть, вот сейчас он даёт как раз-таки еды и трепета, вроде бы, да? А, и плюс десять трепет за каждую различную. Плюс десять... Бейс, всего бейс. Так, ну... Да, видите, вот эти регионы вообще самые крутые стали. Круто. Круто, круто, очень круто, но... Ха! Блин! Давайте я нажму на паузу и подумаю. Так, ребята, давайте продолжим, потому что я вроде немножко разобрался. Смотрите. Ну, во-первых, я смогу трепет себе разогнать. Смотрите. Плюс десять трепет, и если рядом одуванчик или клубника. Короче, если я сажаю травы вот здесь вот обычные. Смотрите. Обычные травы из болотного. То есть он у нас выращивает здесь отличные одуванчики. Но я здесь могу сделать отличную клубнику, которая дает трепет. И вот как раз-таки... Есть еще одна клубнику. Вот. Но здесь, смотрите, если я отличную клубнику из черники делаю, она дает благоговение. Это мне не нужно как раз-таки. Так, вот видите, трепет. Отличная клубника. И... Тут надо дерево вот это вот так. Вот это вот дерево. Вот так вот. Так. Ты вот у нас... Давайте вот сюда вот допустим. Оп. Оп. Трепет. Трепет пошел. Так, а эти бонусы не работают. Кстати, фруктовая ферма плюс двадцать еды за каждую различную двадцать и десять должно быть. Здесь, в принципе, типа все отлично же или нет? Или мне кажется? Симбиоз. Всего двадцать пять. Стоп. Позволяйте поселению расти быстро. То есть, всего-то двадцать пять. То есть, у меня есть двадцать пять, что ли? Трепет. Тогда почему этот бонус не работает? За каждое животное внутри... А, волка и зубра. Такого у меня нет. Короче, похоже, здесь мне не светит никакого развития. То есть, я не смогу разогнать себе даже триста еды, потому что... Ну, потому что вот тупо не получается. Да, мы можем, допустим, здесь еще как-то пошаманить, допустим, вот так вот сделать. Здесь сделать вот этих вот. Вот так вот, да, допустим. Кстати, смотрите, малый аспект хищника. Я немножко изменю его. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Здесь выращивают... Оп. Там бараки и цирк начался строиться. Сейчас посмотрим. Оп. Есть хищника появился. Давайте окунь. И у него плюс три еды. Ну, максимум, что я здесь сделал, сто восемьдесят восемь. Давайте дальше посмотрим. Так. Бараки. Цирк. Деревушка. Вот это вот что за поселение. И здесь я... Богатство использую больше, чем у соседей. Но я думаю, здесь очень будет сложно сделать, чтобы больше, чем у соседей. Поэтому я даже не буду пытаться это сделать. Тут, смотрите, сто двадцать четыре богатства нужно сделать. Больше. Что-то нереально практически. Не, ну хотя стоп. Конечно, реально я не буду лукавить, да? Так, давайте посмотрим цирк. Вот это интересно. Ну, вот с цирком интересно. Где он у нас? Вот он цирк, да? Нет, это геолог. А где цирк? Простите, цирк. Вот он цирк. Двести еды и богатства. Как минимум пять животных. Как минимум пять животных вообще, да? Я так понимаю. Давайте сюда попробуем, попробуем здесь. Попробуем здесь. Хотя здесь тоже вот можно попробовать вот все-таки. Чего тут у нас? Сто двадцать четыре богатства. Ну-ка, давайте подумаем. Здесь у нас богатство. Так, 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 так. Трепет еду, богатство и науку. Она приносит прям все сразу, да? Не очень круто. Здесь у нас, чтобы рядышком построиться, нужно кварц. Так, и таможник как раз-таки. Нужен кварц рядышком. Ну-ка, давайте-ка немножко сначала здесь тогда. По очереди будем идти. Так, и еду, еду. Еду, еду. Так. Еду. Блин, не успею, наверное. Ну ладно, у меня еще девять минут, в принципе, есть. Хотя бы разогнать немножечко. Давай кварц. Так, у нас получается сюда вот так вот вставляем. Так, и здесь вот бонус заработает, если, смотрите, продается безделушек, каждый минерал внутри границы складывается три раза. Окей. Есть уже три раза, кстати, по-моему. Нет, вот сейчас будет три раза. Хотя уже тридцать дает. Ну ладно, странно. Налог на животных плюс пятнадцать богатые десятиды за каждое животное внутри границ. Так, это значит болотный нужен, чувачок, потому что он сейчас нам здесь сделает, да-да-да-да, ребятки, богатство. Так, ну-ка. Здесь, в принципе, можно вот этот вот трепет и сделать. То есть у меня нету с этим проблем. То есть, в принципе, кстати, да. Он, кстати, смотрите, он второго уровня, и он сразу по-другому выглядит, как видите. Это круто, на самом деле, что здесь именно от этого меняются. Блин, секундочку. Так, а давайте посмотрим. Слабого аспекта. Вот так. Ну-ка, давай-ка, вот так вот. Активирует симбиоз при 15 используемой еды. Вот здесь написано, что симбиоз как бы не активирован, только будет активирован, когда 15 еды. Здесь же написано, что он как бы активирован, да, просто его нужно активировать. Похоже. Похоже, да. Плюс пять три за каждое животное внутри границ. То есть, да, все, вот теперь понял. Теперь понял, у меня 25 животных как раз плюс пять. А наука и еды дается за волка и зубра. Но этого у меня нет, поэтому, собственно говоря, даже думать нечего. Здесь же у нас, смотрите, алмазы. Если рядом растения, плюс 24 богатства. Так, ну, по поводу растений вообще без проблем. Наука, стоп. Как раз-таки, может быть, здесь лучше тогда вот это вот, еду сделать. А ты, а ты куда-нибудь вот сюда вот, оп, животное ставишь, да? И что у нас здесь растет? Природа еду не дает, дает науку. Здесь вот чисто еду дает слабый аспект роста или... Даже я не знаю, что лучше-то из него сделать. Ну, давайте вот так вот сделаем. Давайте вот так вот. Здесь 10 еды. Нужно 40, 100. Так, здесь давайте улучшим богатство и еда. Или просто богатство. У меня вот этого нет, зато есть такой слабый хищный аспект. Хм, это вот интересно. Слабый хищный аспект я могу здесь поставить? В принципе, могу. А вот этого у меня нету, да? Да, нету такой кожи. Блин. Слабый хищный аспект, конечно, это круто, но... Мм, да. Так, 40 еды. Ну, сейчас давайте, ладно, сейчас посмотрим. За каждое животное внутри границ. В принципе, давайте-ка еще сейчас поставим. Так, оп. 24, деревушка начата. Еще в одном поселении. Ну, я так понимаю, деревушку я тоже не смогу сделать. Так, окей, здесь. Если рядом другие растения. Без проблем. Без проблем. 96. Мне нужно вот это и одно растение. И все будет отлично. Так. Так, и сейчас вроде должно всего хватать. 40. 40. Стой, все отлично. Дальше. Так, вот это вот выполнили. Теперь вот это вот. Йоу. 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 200 еды. 200 богатства. Как минимум 5 животных. Я немножко даже в шоке. Серьезно. Я немножко даже в шоке, потому что, но... Кстати, вот здесь вот, вот в этом поселении, да, я вспомнил. Так, симбиусы. Это если рядом есть растения. Если 15 еды, сейчас даст больше, да? То есть больше, да-да-да-да. Так, давайте здесь подумаем. Так, здесь... Воу, 200 еды. Так, 200 еды. Блин, 200 еды-то. Так, ну, с этими животными у меня ничего не выйдет, потому что вот этого нету. Это аспект мне не нужен. С мирными животными надо что-то делать, да? Если рядом другой кварц дает так. Здесь... Здесь можно вот это вот сделать. Но тогда вот эта штуковина не заработает, да? Ага. Так, ну-ка давайте-ка големчик сюда приведем. Так, сейчас мы подумаем. Так, у нас... Вот еще регион. И сюда вообще уходит. Так, здесь у нас вообще что дается? Симбиоз науку зачем? А, науку непонятно. Окей, здесь минералы внутри границ три раза. Раз, два, три. Три раза как раз дается. Исследовательские пещеры плюс 15 науки. Это мне совершенно неинтересно. Здесь симбиоз, еще раз читаем. Жизностороннее шоу дает дополнительное еду, богатство и требит за каждое различное животное из разных биомов. Вплоть до первой оси из всех пяти биомов. Ого! 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 Так, это хорошо. Это хорошо. Так, здесь у нас 117. А если рядом растения? Так. Ну-ка вот так вот сделаем. Если рядом... Вот здесь вот... Вот это вообще что дает науку? Блин, не то. Ладно, окей. Плюс здесь и 152. Все, больше чем должно. В общем... Больше чем у соседнего поселения. Здесь 24, здесь... 124, здесь 152. Ну, разгонится и должно, в общем. Так. Давайте в первую очередь, что у нас здесь? Слабый вот этот вот, драгоценный камень, да? А, стоп! Давайте вот это уже второго уровня. Стоп! Вот так вот. Вот так вот. И потом вот этого второго уровня сделаем. Так, а ты пока иди сюда. И... Ну, где-то здесь, наверное, животных. Животных давайте. Вот так вот. Потому что здесь тоже есть животные. Они дают немножко нам... Так. Сейчас, 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 сейчас. Потом вот такой аспект идем делаем. Уже 31 дает. Просто, вот просто на ровном месте 31, ребят. Так. Что у нас здесь? У нас есть... Плюс один угроза. Не знаю, что это такая куница. Так. Окей. Куница. Можно сделать вот такое вот. Мощный охотничий аспект дает богатство больше, да? Если ряда минералы, то плюс 2 еды и угроза, да. Давай-ка, ну-ка. Мне вот интересно. Сейчас он прям... А смотрите, здесь еду и богат... Ну ладно, вот так. Вам 21. Она прямо рядышком аж... Так, 21. И здесь, если рядом растение, то плюс 24 богатства. И... Если рядом есть растение, ну давайте попробуем, давайте попробуем. Банк был начат, ребят. Невероятные, конечно, невероятнейшие просто места. Я не могу... Эти растения еще закрыты. Эти тоже закрыты. Ну ладно. Так, ты иди-ка сюда и здесь давайте посмотрим. Может быть все-таки мощный... Так. Здесь тоже, кстати, можно хищный аспект сделать. Богатство лучшим тем самым. А с едой? Ладно. Ладно. Богатство кое-как мы сейчас, может быть, и разгоним. А вот с едой не очень все хорошо на самом-то деле. Давай. Стоп. Вот ты. Вот здесь. Окей. Здесь, смотрите, если... Вот это я сделаю. Пойдет еда. А где у нас росло такое? Так, а если рядом... Если другие и рядом есть растение. Значит, сюда мы должны... Вот... Так, а у него? Первый, да? То есть, значит, так вот. Окей. Мощный аспект. Ты же у нас идешь вот сюда. Тринадцать. Здесь надо было рядом еще посадить. Ты у нас... Вот так. Вот так у нас здесь наука... Вот это... О, у меня есть. Давайте попробуем. Посмотрим заодно, да? То есть, здесь у нас... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, давай-давай-давай. А что? Мощный охотничий аспект. Слабый охотничий аспект. Мощный хищного аспекта. Мощный экзотический аспект. Ну, у меня таких нету, ребят. Все, понял теперь. Мой косяк небольшой. Мощный благородный аспект. Экологии и... Ну-ка. А он благород... Просто, да? То есть... Давайте попробуем. Посмотрим соль. Сколько дает? 8, 9, 1. Это не очень круто, но... Здесь есть Оникс. Бам! И Оникс дает нам... Плюс 18. Плюс 18. Еще еду. Так, окей. Кстати, я вспомнил, что я здесь... Великий кристальный аспект здесь... Это как это? Он кританул, что ли? Я еще вспомнил, что я еще сюда могу аспекты добавлять. Я так понимаю, да? То есть могу какие-то богатства... Допустим, вот сюда я могу точно на аспекты добавлять. Еду и опасность. Или вот так вот, да? То есть... Здесь у нас... Я уже не могу ничего промодернизировать, поэтому так вот ставим. Хотя, стоп. Если я болотного сюда приведу и выращу вот это растение... Блин, ну... Я так немножко в шоке даже. Мощный охотничий аспект здесь же. Так, кристальное богатство. Так, мы, может быть... Вот так вот можем сделать, да, его? Это тоже максим... А, это здание вообще. Это не то. Смотрим сейчас, да? То есть... Наложился, и он должен богатство. Плюс... Я что-то не заметил, далось ли богатство. 200. Оу. Окей, типа... Возможно, возможно, я как-нибудь... Все-таки у меня получится каким-то невероятнейшим образом... Невероятнейшим образом все-таки разогнать... Здесь золото. Но вот не получится, скорее всего, разогнать... Еду, ребят. Так, здесь аспект наложился. Так, есть. Здесь смотрим, что... А, здесь то же самое, короче. То же самое, только вот здесь вот есть разница в этом, да? А здесь есть разница вот в другом немножко. Оп-оп-оп. Где у нас черепок? Нет, черепка нету, но... Наука. Это просто еду дает. Ну, тогда мне просто еды нужно и... Значит, вот это вот. Окей. Здесь он. Мощный хищный... Мощный хищный аспект. Это неинтересно. Это неинтересно. Неинтересно. Так, здесь у нас... Видите, не повезло. Не повезло. Но мы можем прям вот так по КД его ставить, чтобы... Может быть, нам повезет. Так. Окей. Сюда обычных жителей давайте попробуем поставить. Здесь у нас вот это вот... Бам! Становится. Здесь мы дальше не можем развивать, потому что... Ну, потому что. Но мы можем сюда добавить, допустим, вот такой вот аспект. Здесь у нас бобры плюс две... Блин, и дальше я их не могу развивать. У меня здесь волк, что ли, какой-то, или что-то. Кабарга. Блин. Чувствуется такое... Такое ощущение, что здесь только растениями и придется, да, как-то питаться, что ли. Здесь у нас животное... За каждое различное животное из разных биомов. Так вот. Все типа мало, что ли. Так. 37, 151. И вот здесь вот все равно не кританул. Вот так, но... Вот сюда вот так. Окей. Дальше сюда иди. Вот сюда вот ставь. Отличный фрукт... Фрукт дракона. Что это такое? Наука еда. Мощный фруктовый аспект нужен для этого. Мощный... Токсичный... Мощный токсичный аспект нужен. Блин, нету такого. Тут 48... Нет, ничего не получается. Здесь... Так, окей. Эмм... Что это нафиг такое за растение? Если рядом другое растение, то оно дает столько же. Ладно, окей. Постоим рядышком. Вдруг повезет, да? Оооо... Но я так понимаю, это ни на что не повлияло. Мощный был... А у меня он нету его. Ооооо... Ребят, он мощным. То есть мне повезло, и он наложился мощный. Так. Ба-бам! Здесь отличная питай. Отличная питай. Я, наверное, вот так вот. Симбиоз. Любой фрукт. За каждые две... Плюс три... А... Любой фрукт. Стотарает 31-160. В общем, вот здесь вот. Давайте вот так вот сделаем. Окей. Я пытаюсь одну... Конечно, может быть неправильно. В том плане, что неправильно я пытаюсь усилить только одно поселение. Потому что, посмотрите, допустим, здесь дальше... Ну, многое что есть. Допустим, цирк, который я сейчас... Да, тут бараки опять. Нет, стоп. Цирк я, по-моему, понял... А, ну вот я цирк пытаюсь разогнать сейчас. Бараки здесь. Войн проигранно 0 из 1. Типа должно несколько быть проиграно, что ли? Или чего? Я, типа, не понял, чем они недовольны. Ладно, окей. Дальше. Деревушка. Вот здесь вот. Где она, деревушка эта, строится? Вот она начала строиться. Также 360. Вы что, издеваетесь, что ли? Хотя здесь, наверное... Ну, нет, не получится. Деревушка дальше. Вот здесь вот что-то начато. Опять же, деревушка тоже. 360. Господи, издеваетесь. Серьезно издеваетесь. Так, здесь у нас вот что-то начато. Таможня. А, ну она здесь закончится. И вот здесь вот еще что-то. Редвуд. Редвуд. Вот он. Этот город. И здесь начато прямо на границе банк. 300 богатства. 75 еды. Науки использована... Ну, в принципе... В принципе, в теории, наверное, можно сделать. Ну, хотя, с другой стороны, здесь еще... Еще 300. Вот это вот здесь, когда рядышком растение. То есть мне... Вот сюда вот нужно растение посадить, да? По-хорошему-то. Да, мне сюда вот нужно растение посадить. А вот сюда вот надо это... Ну, как-то так получается. Поэтому 48 здесь. Симбиоз богатства. Гнездо животных рядом есть. Есть. 36, 173. Но не хватает. Мне чуть-чуть не хватает. Мне не хватает еды, да? То есть... Я даже еду не смогу загнать. Тут кое-как мне получается... Конечно... Кое-как мне получается разогнать... Богатство. Но, ребята... Ну, типа... Не светит. Ладно. Окей. Здесь у нас получается аспект роста такой или... Такой. Ладно. Ладно, давайте такой, без разницы. Здесь, значит, такой кристалл. Это у нас у этого. Так. Окей. 51! 51! 45, ребят! Я не знаю, почему 50... А, ну, наверное, вот. Все эти бонусы срабатывают. Так. И здесь прям сразу же можно вот так вот... Вох! Дзюх! Здесь крутая стала, да? Но вот мощное благословение у меня его нету. Но можно... Кстати, можно попытаться его... Ну, какое? Эх, обычное. Обычное. И второй раз, наверное, не получится. Да. Ну, ладно. 50... 185, кстати. Неплохо, неплохо, господа. Но с едой, с едой, конечно же, все очень плохо. Потому что с едой тут прям, ну... Ну, собственно говоря. А куда? Да, я и не знаю, как еще разогнать еду. Потому что... Животных я разогнать не могу. Типа... Ну, вот как-то так получается. Так, ладно. Еда, наука. 300 богатства. Так, у нас... Вот здесь, кстати, очень большой город. Очень большой, кстати, город. И можно им заняться. Мощный аспект. Ну, если повезет. Ну, вот, я разогнал, допустим. Ладно, окей. Я чуть-чуть разогнал. Ну, здесь все, короче. Не повезло. С аспектами я чуть-чуть... Пустынный посол, он может... О-о-о. О-о-о. Ребята, а это вот интересно. Так, здесь у нас вот это улучшается. Нет. Нет, не хочу. Так. Ммм... Это хорошо. Блин, мне бы вот что-нибудь... Здесь... Тоже хорошо. Блин. И кого? Ай-яй-яй-яй-яй. И это хорошо. И это хорошо. Ну, а он не может... Черт. Тогда вот этот вот. Так, да, каменщик. Так, окей. Ну, каменщик же реально получается каменщик. Так. Записались. Здесь у нас мощный-мощный фруктовый аспект. Но можно еще рискнуть. Здесь можно... Кстати. Воу. Мощный. И... Бам. Оникс. Опять же... Багазин... За каждую экологию 28. Ну... Если рядом есть растения. Ну, мы можем, конечно, посадить. Но я думаю, это не поможет. Давай, 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 иди. Так, здесь у нас, значит, мощный так. Оп. Вдруг... Нет-нет-нет, не туда, не туда, не туда. Вот так. Вот, вот так, вот так. Ну-ка. Ну, давай. Давай. Быстрей. А, ну да. Он, собственно говоря, не промодернизировался. А здесь повезло. Ба-бам. И здесь повезло. Ба-бам. Девятнадцать, восемь... Короче, ладно. Все, все. Черт. Серьезно. Ну, серьезно. Ну, блин, ну за что ты со мной так? Так, окей, дальше смотрим. Ладно. Ладно. Слабый благородный аспект. Слабый благородный аспект можно улучшить, да? Так. Здесь, наверное... Так, иди-ка сюда. Так, давайте здесь пошаманим, короче. Так, ты сюда тоже иди. И водяной мне сюда нужен. Так. Я немножко поторопился, да. Здесь нужно немножко не то. Здесь же рядом... Если рядом есть растение, значит мы сюда... Давайте оп. Сюда ставим. Мне нужно второго же уровня ставить. Шахты. Так, есть растение. Здесь, значит, мы... Смотрите. Стоп. Слабый аспект. И вот сейчас, я думаю, наверное, нужно было все-таки... Ну, ладно. Каменщик. Так, здесь... Окей. Сразу сильный аспект даем ему. Оп. 46. 46, ребятки. Это круто. 12. Окей. Здесь. За каждое животное внутри границ. Плюс 10. Складывается три раза. Два раза, что ли, оно сейчас работает? Потому что... А, ну вот у меня животное одно, да? Давайте. Давайте где-то здесь еще построим, да? Вот так вот. Окей. Каменщик теперь у нас. Почему каменщиком я его называю? Не знаю. И прям сразу же поверх этого. Оп. Плюс 20. 60. Во! Вот это два раза, вот чувствую, сразу два раза сработало. Плюс 20, плюс 30. Стоп. Не пойму. Написано плюс... А, тут, наверное, что-то еще работает сюда. Плюс 20, плюс 30. Значит, это еще один раз можно еще одно животное сделать. И, в принципе... Так, вот здесь вот, кстати, можно... Давайте вот так вот. Оп. И... Вот здесь вот мощные... Смотрите. Ониксовые шахты, да? То есть я могу построить. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Посмотрим, что они вообще дают-то. Активируйся биоз при 30 использованием чего? Ага. Богатство за каждую единицу экологии на участке. 31, 31. Блин. А до этого, по-моему, круче были. 252. По-моему, до этого круче было, да? 90, 30. Очень круто, на самом деле, вот это вот, но... Но еды они дают плюс 2, ребят, ну... Ну, понимаете, плюс 2, это, ну, ни о чем. Просто ни о чем. Если рядом есть другие растения. Блин. Конечно. Так. Окей. Ладно, иди-ка сюда. Окей, окей. Попробуем, попробуем все-таки разогнать здесь. Еще раз смотрим. На... Наука, ребят. Я совсем забыл о науке. Как здесь еще впихнуть науку? Я, честно говоря, не представляю, потому что здесь, наверное, нужен такой симбиоз уже других каких-то высших растений, третьего уровня или что-то типа такого, потому что... Ну, а как реально? Как мне еще здесь впихнуть науку? Каким образом? Я, честно говоря, не представляю. Как ее вот здесь еще разогнать? Блин. Ну, серьезно. Такое чувство, что у меня не хватает, конечно, аспекта. Вот следующих, да, допустим, вот здесь вот. Следующих уровней, которые будут добавлять не только просто еду, а еду еще с каким-то бонусом. Тем самым я смогу обеспечить себя большим количеством всяческой еды и всего этого. Золото, кабаргу и койота. Так, плюс 5 багаж за каждый природный источник. контролируемой деревней. Плюс 50. Богатство за каждое золото, кабаргу и койота. Ни кабарки, ни койота у меня, по-моему, нету. Песчаная черепушка, куница, кабарга. То есть это мощный аспект, только вот мощный должен быть аспект, понимаете? Он у меня не мощный. Неудачно немножко, да. Неудачно я выбрал аспекты. Но здесь, конечно же, да, мне не повезло. Ну, броненос, гремучая змея. Кабарга, золото. Золото, ну, нету вот у меня золота. Здесь вот, наверное, видите, 3 минерала. То есть по-любому кто-то из них дает какие-то дополнительные бонусы. То есть 257, ну, дополнительные бонусы в плане того, что дает еще, то есть, ну, имеется в виду, и, господи, и экологию, и, там, науку, да, то есть, о, плюс один, да, круто. Мне просто даже интересно было, если я, так, а здесь богатство, окей, а здесь науку, в минералах, да, давайте попробуем. Добавляет. Так, ну, что здесь можно так, да, оп, здесь 20 еды, оп, 31, 31, 31. Такое чувство, что я рано пошел в 60-минутную, 60-минутную эру, я вспомнил, как это называется, вот такое у меня ощущение, и я уже слишком много заигрался. На этом я буду заканчивать, ребята, ставьте лайки, пишите подсказки, буду за все благодарен, всем всего, удачи и пока. Продолжение следует...